Почистить железного коня после игры – обязательная часть работы мотоболиста. Юноши делают это самостоятельно, так же, как и мелкий ремонт. Более серьезно доверяют специалистам. На этот раз юные спортсмены отмывают мотоциклы после чемпионата России 2015, который проходил в конце июля в Краснодарском крае. В первый матч вступили едва высадившись из автобуса. Несмотря на усталость, ребята показали мастерскую игру. Категраф семь встреч они вышли в финал, имея только две ничьих. В борьбе за первое место виднерские мотоболисты выиграли со счетом 5-2. Юношеская команда оправдала надежду руководства клуба, завоевав звание чемпиона впервые за последние три года. В то же время и юниоры Металурга пробовали на вкус золота своего чемпионата. Заработать его было несложно. Команда в числе сильнейших. Трудности были единственные, что было очень жарко. То есть в Краснодарском крае было 40 градусов жары, считаю, очень тяжело было адаптироваться. Но мы охлаждали голову, воду, морозилку клали минеральную и на голову лили, чуть полегче было. А так все вроде нормально, все собрано, сыгрались. Молодцы все. Да и могло ли быть иначе? Двое спортсменов команды уже входят в состав сборной России. Вся работа мотобольного клуба строится на преемственности поколений. Основной состав Металурга постоянно подпитывается молодыми спортсменами. В конечном итоге мы работаем для того, чтобы основная команда Металурга жила, работала и показывала результат. Ну и естественно для наших зрителей, которые в конечном итоге для них и играют. Не последнюю роль играет финансовая и материальная поддержка клуба всех его команд. К примеру, в этом сезоне мотогараж юношеской команды пополнился пятью единицами новенькой техники. А старые мотоциклы были отремонтированы. Такой подарок ребятам сделал депутат МОСУ Болдумы Владимир Тыцкий. Независимо от смены руководства завода, города, района, команда Металург всегда уважали. И мало что уважали. И морально, и материально все-таки поддерживать очень сильно. То есть мы практически с 95-го года стоим на бюджете Ленинского района. Что ж, сезон 2015 для наших юношей и юниоров оказался очень успешным. Сейчас у спортсменов начинается отпуск, а тренировки возобновятся осенью. Начнется подготовка к играм 2016 года. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.